Коридоры Ленинского суда еле вмещают обманутых вкладчиков Волгокредитбанка. Желающих вернуть свои кровные с каждым днем становится все больше. Пострадавшие, получая страховые выплаты, с удивлением узнавали, что на момент отзыва у банка лицензии их счета были пусты или изрядно похудели. В электронной базе Волгокредита содержалась информация о том, что клиенты снимали средства со счетов, хотя сами они утверждают, что этого не делали. Сегодня обманутых вкладчиков уже порядка двух тысяч, а сумма превышает полтора миллиарда рублей. Я такой же вкладчик в Волгокредитбанке вклад в феврале прошлого года. Ну и когда я пришла в банк агента за тем, чтобы мне выплатили страховую компенсацию моей суммы, я обнаружила, что по выписке из Волгокредитбанка мне причитать всего лишь 10% от моей реальной суммы, которая там лежала во вкладе на счету. Областная прокуратура вышла с иском в суд Ленинского района. По данным ведомства, председатель правления Волгокредитбанка Татьяна Ярилкина передала следствию жесткий диск. По ее словам, именно на нем содержится вся достоверная информация по вкладам физических лиц. Временной администрации банка и агентством, как я уже сказала, заявления граждан, сведения, указанные в заявлениях граждан, совпадают со сведениями в реестре и на диске. То есть все это было сопоставлено. Следующим сделан вывод, что там были достоверные сведения. На данный момент председатель правления Татьяна Ярилкина находится под домашним арестом. Первое предварительное слушание изначально сделали открытым. Однако по ходатайству агентства по страхованию вкладов всех пострадавших попросили выйти, дабы не разглашать коммерческую тайну. Ситуация с банком Волгокредит находится на контроле полпреда президента в Приволжском федеральном округе Микаила Бабича и депутатом Госдумы Александра Хинштейна. Валерия Квасневская, Павел Пресняков. События.